Нанесение дорожной разметки предусмотрено в контракте по содержанию уличной дорожной сети, который заключен на три года. Подрядная организация, которая выполняет эти работы, — ПРОВБЭТСЕРВИС. Подрядная организация, которая осуществляет содержание уличной дорожной сети. Нанесение дорожной разметки предусмотрено в двух видах. Горизонтальная разметка — это та, что наносится на дорожное полотно, и вертикальная разметка. наносится на сооружение в вертикальном виде. Это бетонные ограждения, путепроводы, мосты и так далее. Стоимость работ по нанесению горизонтальной разметки составляет 2 миллиона рублей в год. В эту стоимость входит нанесение в один раз продольной разметки осевой по автомобильным дорогам, нанесение пешеходных переходов, знаков «Дети», надписи «Дети» и разметки искусственных дорожных неровностей. И повторное нанесение перед началом учебного года разметки пешеходных переходов, надписи «Дети» и знаки «Дети». Подрядчик должен обеспечить в полном объеме наличие разметки на всей территории уличной дорожной сети. Поэтому, как вы видите, здесь не поставлена в зависимость оплата работ от количества раз нанесения разметки. По факту подрядчику приходится наносить разметку пешеходных переходов в летний период от 3 до 5 раз. Это зависит от интенсивности дорожного движения на определенных участках и от состояния покрытия. Те деньги, которые запланированы на разметку, они являются объективной ценой. Цена не завышена, и в силу того, что подрядчику приходится перекрашивать большее количество раз, я думаю, что здесь, конечно, он получает не такую прибыль, которая предусмотрена в смете. Но, опять же, повторюсь, любая работа должна оплачиваться, любая работа должна приносить прибыль.